Здравствуйте! Меня зовут Лариса. Рада вас видеть на нашей программе под парашютом. Программе, где лучшие эксперты в сфере правых знаний делятся информацией для вашей безопасности. У нас сегодня крайне актуальная и важная тема, посвященная правовому положению иностранных обучающихся. Итак, рада вам представить заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД по республике Казахстан, подполковник полиции Антон Владимирович Кубачев. Здравствуйте! И также мы пригласили обучающуюся юридического факультета Едвигу. Здравствуйте! Ну что ж, я думаю, мы можем перейти к нашим вопросам. Антон Владимирович, в прошлом году я готовила заявку на грант и увидела данные, что наша республика является одним из лидеров по количеству иностранных обучающихся. Не могли бы вы поэтому сказать, а сколько иностранцев приехали учиться в нашу республику в прошлом году? Если проводить сравнение 23-й год и 22-й, то, соответственно, увеличивается, число иностранцев увеличивается порядка за год плюс 3 тысячи идет. Плюс 3 тысячи, соответственно, наша республика в этом плане популярна, образование у нас очень хорошее. А скажите, пожалуйста, такое количество иностранцев, которые ежегодно езжают на территории нашей республики, а с какими проблемами, возможно, они сталкиваются, как вообще происходит этот процесс въезда. Потому что нам всем известно, что так просто попасть на территорию чужой страны бывает сложновато. Можете, пожалуйста, разъяснить эти механизмы, процедуры, документы, сроки и так далее? У нас иностранцы студенты делятся на две категории. Это визовая страна и безвизовая. Соответственно, безвизовая въезжает спокойно сюда. То есть заехали, зарегистрировались, проживают и самовремя продлевают миграционный учет. А если уточнить, безвизовые страны, что к ним относятся? Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения. По ним, скажем так, вопросов нет. Заезжают в международный отдел вузов, их контролируют, соответственно. Но есть визовые страны. Визовые страны, соответственно, они ежегодно продлевают визы. Соответственно, они для начала получают приглашение в Российскую Федерацию от вуза, и потом продлевают визы. Какие проблемы сталкиваются? Проблема сталкивается, наверное, адаптация. Проценты 50 слабо знают русский язык, слабо знают менталитет Российской Федерации. Проблема, соответственно, с документами. Это все проблемы, наверное, которые сталкиваются. Может быть, Едвиг меня как-то поправит, скажет мне? Уточню для наших зрителей. Едвига прибыла в Российскую Федерацию тоже как иностранный гражданин. Вы расскажете, откуда вы прибыли. И да, я думаю, логично мы подвели. Вы на своем собственном опыте расскажете, с какими сложностями вы столкнулись при въезде в Российскую Федерацию, при поступлении в вуз. Поэтому, пожалуйста. Скорее всего, у меня были проблемы еще на уровне того, что я не поступала в университет как иностранный гражданин. Я сначала поступала в школу еще как иностранный гражданин. Откуда вы? Из Грузии. У меня гражданство Грузии. Но сейчас я уже получила и российское гражданство. Были проблемы с визой, потому что это визовая страна. Были проблемы с приглашением, потому что это все очень трудоемко. Мне кажется, иностранным студентам очень хорошая помощь дается от вузов, потому что делать самим визу это очень сложно. Очень сложно по приглашению. Это очень много затрачивает как и моральных сил, так и материальных. Очень дорого это все. При поступлении в вуз я столкнулась только с одной проблемой. Это то, что некоторые университеты, их сайты, не засчитывали мне мои 5 дополнительных баллов за красный аттестат. Потому что у них в априори как бы иностранный гражданин не может иметь аттестата о российском образовании. В основном, да, я соглашусь, те же проблемы, что вы перечислили, тем, что общежитие не всем предоставляется, и далеко не всегда хочет владелец квартиры, которую снимают иностранные граждане, их регистрировать у себя. Это огромная проблема, соглашусь. Ну и то, что они не осведомлены о сроках и часто их нарушают. И это влечет за собой административную ответственность, а потом и какие-то уже пострашнее санкции. А вы сразу столько проблем обозначили, если честно, уже в начале своих выступлений. Поэтому я думаю, что на протяжении оставшейся части программы мы просто будем разбираться с теми тезисами, которые вы озвучили. Итак, давайте начнем, возможно, со сроков. Здесь прозвучало, да, что многим иностранцам нужно получать визу, и что срок оформления визы довольно длительный. Как в таком случае быть с ситуацией, что визу ожидают ребята по 3-6 месяцев, а в это время уже учебный процесс. С этой проблемой мы столкнулись буквально в этом году, в связи с тем, что мы перешли на новое программное обеспечение. Потому что у нас вводится новый, соответственно, оно маленько сыровато. Идет сыровато, идет тяжело, соответственно, где-то подвисает, где-то не работает. У нас сотрудники по визу наделу перешли на полосуточный режим работы в связи с этим. То есть вот работали две смены, чтобы, скажем так, выслать всем приглашение, выслать визы. И опять-таки здесь какая ситуация? Здесь ситуация происходит в том, что у нас идет ком большой. То есть в июне заканчивается обучение, идет продление виз, и в июне начинается зачисление. То есть студенты 2-го, 3-го, 4-го курса начинают продлевать визы, а вновь поступившие начинают подавать документы. И из 20 тысяч, грубо говоря, из 20 тысяч, которые находятся здесь студентов, то есть за один месяц, ну просто нереально обработаться. Я думаю, здесь решаемо. Здесь на уровне на совбезе, на уровне Раисы нашего, выходили на совещание, вузам поставлены задачи разработать платформу, чтобы, не приходя к нам, они спокойно могли подавать документы на приглашение, на визу. А есть еще один вопрос, связанный с визой. Ребята спрашивают, как продлить визу, если заканчиваешь бакалавриат, но планируешь поступить в магистратуру. Объясню, в чем сложность вопроса. Диплом об окончании бакалавриата выдается в конце июня, вступительную в магистратуру в конце июля. И может быть тоже сложность в сроках, да, когда ты объективно, видимо, не сможешь присутствовать на вступительных испытаниях из-за отсутствия разрешительного документа. Как эта проблема решается? Международный отдел подает документы к нам. Мы продлеваем, соответственно, визу на 30 дней до 1 сентября. Иностранный студент сдает экзамены, затем заключает договор обучения. И на основании договора мы продлеваем визу уже на срок действия договора. То есть год. Фактически это год получается. На год мы продлеваем визу студенту. Можно такой вопрос? Какое оптимальное количество дней, то есть до истечения визы нужно подавать на продление, чтобы точно не просрочить это. Потому что я являюсь руководителем комитета по работе с иностранными студентами юридического факультета. И у наших ребят часто бывает такая проблема, то что забегались, учеба, экзамены, сессия. Забыли о том, что вот уже через 5 дней виза истекает. Потом бегут быстренько-быстренько все это собирать. И понимают то, что могут просто не успеть продлить визу. Не обработать данные. Ну, законодательством предусмотрено 20 дней рабочих. За 20 рабочих дней нужно подавать на продление визы. Я понимаю, есть моменты. Люди болеют. Есть объективные причины. К каждому объективным причинам, соответственно, международным отделам подходим объективно. Нам приходят, говорят, приводят справки. Ну, соответственно, если не разгидяйся студентов, мы, соответственно, всем продлеваем эти визы. Не было такого, чтобы мы просто аннулировали. Мне кажется, это вам, как руководителю комитета, тоже стоит подумать, какую работу вести с ребятами, чтобы они не забывали об оформлении самого важного документа, который им необходим на территории Российской Федерации. Как контролируется место жительства иностранных ребят? Контроль, конечно, есть. Контролируем. Мы проверяем жилой сектор, где иностранные студенты живут, общежития, хостелы. Потому что многие студенты живут по хостелам. Общежития также вместе с международным отделом. В этом году проверяли. Есть, конечно, нарушения, но они не такие значительные, скажем так. Но нарушения присутствуют. А как тогда быть ребятам, которые не получили общежития, а владельцы квартир съемных отказываются их регистрировать? Насколько я знаю, это тоже очень частая проблема, с которой сталкиваются иностранцы. Студенты не хотят регистрироваться на этих квартирах. То есть, если снимать квартиру и заранее озвучить, то, что мне нужна здесь регистрация, я думаю, собственнику квартиры ничего это не стоит сделать. Потому что ходить никуда не нужно, через госслуги подать заявление, и, в принципе, придет регистрация. То есть очередей никаких нет в этом плане. И студенту я предполагаю, что нужно сразу обговаривать это, чтобы регистрация была по этому адресу. То есть не проживание по адресу регистрации, но это, соответственно, наказание, административное наказание. Едвига, а вы не сталкивались с этой ситуацией? Как ребята выходят из проблемы? Ну, ребята, они в основном пишут в общих чатах. То есть кто хочет подселиться, у кого есть уже готовая квартира, с собственником, который готов их оформить, и так находят. Через знакомых многие находят. Потому что большинство иностранных студентов, процентов, мне кажется, 60, приезжают сюда уже, имея какие-то связи. То есть не просто... У них есть возможность кому-то обратиться. Ну, здесь, опять-таки, минус подселиться. Вот у нас недавно была жалоба. Мы выезжали на Карбышево. Там студенты, граждане Индии. Их там проживало 8 человек. То есть в однокомнатной квартире. Реально? Реально проживало 8 человек. То есть антисанитарей полное было. Это особенности культуры, мне кажется. Да. Про культуру мы с вами дальше отдельно поговорим. Это целый просто блок вопросов. А вы упомянули штрафы. Действительно, миграционное законодательство, наверное, сложность его в том, что оно довольно суровое с точки зрения наказания. Насколько я знаю, штрафы довольно большие в этой области. И самое крайнее следствие несоблюдения норм это депортация. Правильно? Проговорение, да. А можете ли вы, пожалуйста, сказать, какое допустимое количество штрафов может быть для иностранных обучающихся и как они влияют на дальнейшее получение визы, вида на жительство, разрешение на временное проживание? Ну, допустимое, я бы сказал, мое. Чтобы не было административных пронарушений. А у нас все-таки это проступок. А так, если смотреть, одно нарушение, в принципе, оно с собой ничего не влечет. Самое главное, штраф оплатили, все сделали. Если два нарушения, то, соответственно, это аннулирование визы. И еще есть такой момент, то, что студенты очного отделения вузов могут подать на РВПО. То есть это на три года проживание здесь, чтобы не было проживание для студентов на РВПО. И, соответственно, не нужно продлевать каждый год визу. Они получают разрешение на время проживания, делают визу на три года и спокойно живут. Соответственно, и нагрузка с нас снимается, и студенту каждый год не нужно бегать с документами. Если два штрафа, ни о РВПО речь идти не может. Вообще? Вообще. И мотажет. То есть нет никакой амнистии? К сожалению, нет. Я слышала то, что спустя год можно податься еще раз, и как бы в новом году это уже будет учитываться по-другому, нет? В течение одного календарного года за текущий год. Совершенно верно. В течение года должны быть штрафы. И еще вопрос. Какие штрафы учитываются? То есть, если ты перешел дорогу неправильным местом, неположным, это тоже учитывается как административный штраф, который может повредить с собой? Интересно. Да. Учитываются штрафы по 18 главе. Это незаконное пробывание, незаконное проживание. Незаконное осуществление трудовой деятельности. И учиться со штрафы многие наши студенты, скажем так, работают в такси. Есть такой момент. И учиться со штрафы скажем так, злостным нарушением ПДД. То есть, это в нетрезвом виде выезд на встречную полосу, где предусматривают лишение прав. И также ДТП. Какие проступки они совершают чаще всего? 18-8, часть 1, да, это непроживание по месту жительства. Соответственно. Это про что мы говорили. Они регистрацию делают в одном месте, проживают в другом месте. Все иностранные граждане должны проживать по месту регистрации. Понятно. Большое спасибо. И мы также озвучили, да, что крайней мерой наказания является депортация. А были ли случаи депортации иностранных обучающихся? За что? Суды, в принципе, лояльно подходят к иностранным студентам. Они предоставляют справку, что является студентом. И суды дают штрафы. То есть не выдворяют. Студент спокойно выезжает, делает транзитную визу, выезжает и заезжает обратно. А вы в своей практике сталкивались со случаями депортации? Да, конечно. Буквально недавно, в сентябре месяце, у нас была большая потасовка с участием иностранных студентов на озоне. Все иностранные граждане, которые участвуют в данной потасовке, были выдвинули за пределы Российской Федерации. Ну, то есть не ко всем все-таки лояльно относятся. Ну, если нарушают спокойствие и мир, скажем, страны, то, я думаю, это правильное решение. А как вообще, если мы уже начали о покое страны, об основах нашей государственности, как вообще проходит интеграция иностранцев в нашу российскую правовую действительность? С какими сложностями они сталкиваются? И где, возможно, они могут получить помощь необходимую? Потому что понятно, что когда ты приезжаешь из другой страны, тем более, что у нас есть с вами разные правовые системы, да, большая часть приезжает из стран с религиозной правовой системы, где совсем иной уклад, так скажем, и очень сложно сразу адаптироваться к нашим правовым реалиям. Вот здесь какие сложности могут возникать? И, наверное, наиболее важно услышать, а где можно помощь получить необходимую? Мы на базе КФУ, на базе КНИТ УКИ ежегодно проводим встречи-совещания с первокурсниками. Соответственно, мы всем первокурсникам разъясняем права и обязанности. Что они должны делать? Также международный отдел КФУ дает всем иностранным студентам памятки. То есть, что они должны и как они должны это делать? Все по закону. Дальше есть дружба народов мира. Ну и дальше есть у нас друзья, которые учатся на 2-3 года старше, которые могут где-то подсказать, где-то направить в правильное русло. Самое главное, что правильное, наверное, скажу. Ну, от себя бы хотелось добавить. Сейчас у нас активно во всем КФУ и в частности институтах, в нашем факультете юридическом, создаются такие комитеты, как мой, которые помогают, направляют как раз-таки в правильное русло. Мы также их собираем, всех первокурсников, прям в сентябре разъясняем. На самом деле, права они очень хорошо знают, свои, но обязанности не всегда. Рамиль Наилович, ваш, получается, международный отдел, вот, он у нас постоянно на эти встречи приглашается. Соответственно, мы в сентябре, да, я помню, сентябрь, октябрь, ноябрь, мы все охватили, все КФУ охватили, по-моему, тогда. Да, да, да. Это очень хорошо, что ведется работа по правовому просвещению, но наряду с правовой адаптацией есть еще и адаптация культурная, бытовая. Как вот здесь происходит этот процесс? Возможно, у вас есть информация. Вот как ребята адаптируются уже в наш быт, так скажем? У нас есть Дом Дружбы народов мира. Соответственно, там около 40 диаспор, анкламных поселений, и у них проходят какие-то выставки, по адаптации студентов, кружки, семинар, совещание тоже проходят. Они в любой момент могут обратиться за помощью к представителю то или иное, ну, своего анкламного поселения, скажем так. Едвиг, может быть, вы расскажете, так как вы это пережили на себе. Понятно, что, скорее всего, у вас не было таких больших сложностей, но, может быть, ребята, которые прибыли уже из дальнего зарубежья, делились опытом, как бы им было сложно приспосабливаться к нашим обычаям, привычкам, к культуре. Да, им на самом деле очень сложно. Еде то же самое. Да, я только хотела про это рассказать. Многие, кто приезжает с Востока, нам говорят, у вас вообще безвкусная еда, как вы здесь едите? И проблема еще возникает такая, то, что они готовят в общежитиях свою еду с большим количеством специй и ссорятся уже с гражданами России. Проблемы, мне кажется, их нужно решать тем, что интегрировать их и в российское общество, с гражданами РФ, чтобы они общались. То есть, я наблюдаю такую картину, ну, лично у нас на юридическом факультете, то, что они прекрасно могут общаться со своими соотечественниками, но хотелось бы также, чтобы они общались и с нами. Поэтому, мне кажется, нужно вести работу такую, чтобы они заводили друзей, общались и приобщались к нашей культуре. А как бы вы порекомендовали это сделать, возможно? Потому что ведь мы не можем их заставить сидеть с Машей, а не со своим другом. Конечно, да. В частности, мы проводим мероприятия, спрашиваем у них, чтобы им было интересно, проводим разные встречи, обсуждаем на них волнующие их вопросы. И я вижу, что это реально действует, потому что есть такие иностранные студенты, которые в начале года ходили только со своими диаспорами, ни с кем не общались, были очень закрыты, пару раз пришли на мероприятие, познакомились с новыми ребятами. Еще же есть языковой барьер. Они все очень стесняются своего акцента. Есть ребята, которым вообще все равно, ее не могут говорить, но есть большое количество тех, которые прям стесняются. Это и в учебе им мешает, и в адаптации. И приходя на такие мероприятия, где они видят то, что вот их соотечественники, другие иностранные граждане, и также граждане России общаются, у них как-то эти барьеры ломаются, они вливаются в наше общество. А наши ребята как реагируют на иностранцев? Насколько они открыты, насколько они готовы помочь, поговорить, о чем-то рассказать, с чем-то познакомить? На самом деле, мне кажется, у нас очень открытые, классные ребята. В частности, мне кажется, Татарстан весь такой, потому что у нас все обожают иностранных студентов. Я очень редко сталкиваюсь как раз-таки с какой-то, возможно, неприязнью к иностранным студентам. Обычно их воспринимают как друзей. Им наоборот, все это интересно. Расскажи, как вы там плов готовите, какие у вас там традиции, какие праздники. Они с удовольствием все это узнают, приобщаются к культуре. А есть ли какие-то образовательные программы, которые приобщали бы иностранцев к нашей культуре, к нашей правовой системе? И сдают ли они какой-то экзамен на знании указанных областей? Создана комиссия по знанию русского языка, то есть носитель русского языка. В эту комиссию входят как сотрудники МВД, так и сотрудники образовательных учреждений. Соответственно, ИПФУ доходит, Институт экономики, управление права Киева, по-моему, сейчас он называется, если не ошибаюсь. Там порядка 5-6 человек из предавательства состава, остальные сотрудники МВД. Дается ряд вопросов, это как экзамен. Выдается билет, и, соответственно, они отвечают на вопросы. Если сдали, то сдали, если нет, то извините, сертификат не выдается. А когда нужно сдавать подобный экзамен? В каких случаях и для чего? Данный сертификат нужен для, про что мы ранее говорили, для РВПО, разрешения на время проживания, и также для гражданства. Большое спасибо. Вы сдавали эти экзамены. Можете рассказать в двух словах, как это проходило, насколько это было сложно? Можно ли было списать? На самом деле, мне это было легко, потому что большую часть жизни я провела в России, училась в русской школе, и свою культуру, я считаю, тоже русскую, российскую. И я видела, как многие переживают, иностранные граждане. То есть мы сначала там стояли все в очереди, очень переживали все. Я первая зашла, потому что вообще не переживала. А экзамены устные или письменные? Устные были у меня. Я зашла, там была комиссия, я сидела единственная, мне дали билет, и там были, на самом деле, не очень-то и сложные вопросы. Просто на умение разъясняться на русском языке, знание культурных моментов каких-то, я начала изъясняться, там посмотрели, как я понимаю, у комиссии есть личное дело человека, то, что я окончила русскую школу с красным аттестатом, и поэтому ко мне не было много вопросов, я очень легко сдала, буквально за минут пять вышла, всем рассказала, что все было очень легко, но потом люди заходили и с ужасом выходили, то, что, ай, как сложно. Вот, мне кажется, на среднем уровне, если хоть какие-то знания будут о России, то сдать вполне возможно. А где можно получить эти знания? Есть какие-то обучающие программы, центры, возможно? Ну, мне кажется, это на уровне университетов и факультетов, и институтов, есть. То есть, вот я знаю то, что у нас есть программа у ИМО, которая языковые курсы преподает, также есть различные мероприятия, например, у нас есть в КФУ клуб интернациональной дружбы, там тоже какие-то такие мероприятия проводятся. Это все на уровне, мне кажется, добровольческой деятельности. Ну, в принципе, когда иностранный человек заходит и берет билет, комиссию уже видно, как он владеет русским языком. Это изначально видно, буквально после пару вопросов. А вы сами не участвовали в экзаменах? Я только в этом году стал. В комиссии. А, и как у вас впечатление? Ничего не было. Понятно. Антон Владимирович, мы с вами поговорили про административные проступки, но у нас есть еще более серьезные противоправные деяния, которые могут совершить люди. Это преступления уголовные. иностранные ребята совершают преступления, если да, то какие, по каким статьям? Если касается студентов, мы такую практику не видим. То есть не ограничиваем студенты, либо просто иностранные граждане. Просто делаем, ну, как иностранный гражданин совершил преступление, либо против него совершили преступление какое-то. По Татарстану, это около 1% от всех совершенных преступлений. То есть большой роли не играют, но есть довольно-то громкие. Мы, наверное, прекрасно слышали и видели по телевидению. И все это на контроле у Москвы, у Советского комитета. Резонанс большой по этим преступлениям. То есть если русские граждане, российские граждане совершат какое-то преступление, такой резонанс не будет. А если иностранец, это большой резонанс. А есть ли случаи, когда вот иностранные граждане из-за их статуса, иностранцы сами становились жертвами, мошенников, возможно, каких-то иных злоумышленников? Я бы не припомнил таких, что по национальному признаку в отношении иностранных граждан что-то происходило в республике Тарстан. Возможно, вам рассказывали ребята, что где-то их обманули, нарушили права, что-то не додали, что-то там за квартиру взяли, больше денег и так далее. Можете рассказать, от чего нам их нужно предостерегать и беречь? Они очень доверчивые, очень доверчивые и думают, что всем, кто им говорит что-то серьезное, то есть им позвонят, например, это отдел полиции, они поверят. То есть если русский человек, он знает, как отдел полиции не звонит, он сразу приходит, то они сразу поверят, переведут все деньги и так далее. А случаи были? Да, были. Мне лично жаловались наши студенты. Ну, это мошенничество чаще всего. С деньгами что-то связанное пытаются из них вытянуть, потому что они не знают, им сказали, вот на вас там начислил штраф, 100 тысяч рублей, отправляйте на чин. Тем более будут переживать из-за этого. Да, 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 тем более они переживают. Вот. И еще один случай был интересный. Как раз-таки студент из Индии ехал на такси, таксист врезался, ну, случилась авария с другим водителем, и в итоге они оформили это все так, как будто бы это он открыл дверцу машины и все, переломал всю машину. Вмятину какую-то оставил, на него повесили огромный штраф. А он вообще по-русски не понимает, он как раз-таки учится в медицинском и обучается на английском. Он обратился к моему брату, у меня брат просто практикующий юрист уже, и сейчас уже в суде это дело разбирает. А если есть такая проблема, то ведется ли какая-то работа, вот не по адаптации даже, да, видимо, а, видимо, защищать иностранных студентов нужно в том числе от наших каких-то мошеннических схем. Вы в этой области ведете с ними разъяснительную работу? Конечно, да, ну, так как мы юридические факультеты, у нас студенты еще более-менее осведомлены. Но вот, например, опять-таки, медицинские или другие институты, они не все знают, не знают свои права. Например, то, что им обязательно должны объяснить на их языке, должен быть предоставлен переводчик, они про это даже не знают. То, что это нарушение процессуальных норм, они про это даже не в курсе. У нас есть общий чат, на самом деле, со всеми руководителями, которые, как я, работают с иностранными студентами, и мы пишем, если что. В частности, часто я помогаю, потому что они пишут, вот ты юрист, давай, что ему делать, как помочь, я уже направляю к своим каким-то знакомым, сама стараюсь помочь. Мне кажется, они спокойно могут и в нашу юрклинику приходить, им все всегда объяснят. Отмечу, что у Казанско-федерального университета есть своя юридическая клиника, она на бесплатной основе оказывает правовую помощь, в том числе иностранным гражданам, поэтому, если вы или ваши знакомые столкнулись с какими-то неправомерными ситуациями, в том числе тем ужасом, который был только что описан, вы можете ознакомиться с расписанием работы юридической клиники и, пожалуйста, приходите, вам бесплатно дадут необходимое разъяснение. Иностранные граждане, иностранные ребята, студенты, они ведь очень часто работают на территории Российской Федерации, часто сами оплачивают свое обучение, поэтому давайте перейдем к этой сфере. Вообще, насколько легко, сложно иностранному студенту устроиться на работу, какие для этого необходимы документы, насколько вообще охотно работодатели их у себя устраивают? Вы знаете, я опять был на последнем совещании в импромторге, наши большие заводы, наши большие, скажем так, предприятия приглашают себе студентов, приглашают себе студентов для работы, соответственно, они устраивают их официально. Все по труднам договору, идут на встречу, распорядок дня дел, потому что иностранные студенты могут работать без разрешения на работу, но это касается только очного форма обучения и, повторюсь, внеучебное время, скажем так, то есть не место учебы, а внеучебное время. И, соответственно, работодатели идут на встречу, делают им где-то шестичасовой рабочий день, четыре часа, допустим, до обеда, после обеда научатся. Я думаю, любой работодатель возьмет гранат специалиста для работы. Есть ли у вас, возможно, статистика? У нас в Российской Федерации есть такая проблема, как теневой рынок занятости. Возможно, многие иностранные студенты тоже работают неофициально. Ведете вы работу по решению этой проблемы или как? Здесь я, наверное, просил помощи от иностранных студентов, чтобы они к нам писали либо говорили, как-то сообщали, может, через вас это все будет. То, что работодатели, если их устраивают неофициально, не выплачивают зарплату, чтобы нам давали информацию. Потому что теневая занятость, да? Студент устроился, работам зарплату не дали, он где-то поругался, еще что-то и разошлись. И, соответственно, мы это не можем отконтролировать, для нас эта информация не доходит. Здесь нам конкретно нужно общение с иностранным гражданином, который скажет, да, я работал там-то, там-то. Договор со мной не заключили, зарплату не дали, можно разобраться. И мы, соответственно, по этому заявлению выезжаем и проверяем. Ребятам, которые находятся, так скажем, в вашем ведомстве, работают, не работают, с какими сложностями сталкивались при устройстве на работу, где работают, кем? Может быть, даже рассказывали официально, неофициально. Поделитесь, пожалуйста. На самом деле, еще два года назад, когда я была на первом курсе, меньше студентов работала. Сейчас актуальна проблема перевода денег из-за границы, особенно из Туркменистана. Там раз в месяц можно определенную сумму только переводить, поэтому им немножко сложновато, и эти деньги очень поздно доходят. Поэтому большинство, например, студентов из Туркменистана, ну, процентов 80 из моих знакомых точно работают. К большому счастью, большинство официально. То есть, они работают в общепите в основном, я знаю, у своих же как раз-таки соотечественников. Есть те, которые работают неофициально, но я, конечно, настаиваю на том, чтобы они официально устроились, я им объясняю, что вот, у нас трудовой кодекс в России, очень хорошо будут защищены ваши права. Вот. Но они говорят, что вот, их работодатель не хочет брать и предлагает им только неофициальную работу. На завод немногие хотят идти, многие хотят рядом с университетом где-то работать, потому что забежал на пары и вернулся. Вот. Ну, я перевью, у нас сейчас заводы представляют конкурентную зарплату, конкурентную зарплату, в принципе, с тем самым общепитом либо еще что-то, очень конкурентная зарплата. Немножко проблемно, наверное, устраиваться в нашей сфере юриспруденции, потому что это в основном еще и госорганы, а на госорганы, как мы знаем, с иностранным гражданством нельзя. Вот. Ну, а так, большинство работают официально, к счастью. Вот. Спасибо. А вот здесь прозвучало, что некоторые работодатели целенаправленно отказываются оформлять договоры трудовые с иностранными обучающимися. А для работодателей в этом случае есть штрафы, санкции, возможно, какие-то, которые, получается, незаконно привлекают иностранную рабочую силу. Совершенно верно. То есть, если работодатель взял иностранного гражданина на работу, он в течение трех дней должен уведомить нас о заключении трудового договора. если он это не делает в отношении юридического лица штраф. А какие трудности у работодателя возникают, когда он принимает на работу иностранного гражданина? Просто многие работодатели всегда так этого остерегаются, боятся, как будто бы. Ну, знаете, многие просто работодатели не сталкивались. Трудностей нет никаких. Чтобы подать уведомления, у нас есть прийти к нам, можно подать, можно через госуслуги подать, и можно через почту. Хорошо, через почту они могут сделать какие-то ошибки и могут вернуться, но через госуслуги, и мы, как мы знаем, там невозможно что-то запомнить неправильно, там не даст просто отправить это заявление, договор. Это облегчает. Это облегчает, да. Потому что, насколько я помню, раньше все вручную приходилось заполнять с печатными буквами. Совершенно верно. И несколько раз приходилось переделывать документы. Я через госуслуги сел вечером за чашечкой чая, за чашечкой кофе, подал уведомление о заключении трудовых договоров и, в принципе, это займет 10-15 минут. Давно-давно я еще слышала о том, что именно работать официально, официальное трудоустройство и стаж на территории РФ облегчает получение РВПО, ВНЖ и гражданство. Влияет ли это действительно как-то? Это если вы высококвалифицированные специалисты. Ряд есть, скажем так, специальностей, которые, да, облегчают. Но это, опять-таки, это больше завода. Такие востребованные... Это не мешает срок, да, насколько я знаю? Это не мешает срок, это просто они могут подать и, соответственно, потом на гражданство уже не носить русский язык, а... То есть два года поработали в той или иной специальности, в ВКС, высококвалифицированные специалисты, и они сдают на гражданство. Заговорили о получении гражданства. Едвига, вы получили российское гражданство. Можете, пожалуйста, рассказать, по какому основанию, как проходила эта процедура. И дальше мы поговорим о том, насколько это легко, сложно сделать и кто имеет право на получение российского гражданства. Начнем с вас. Для меня это сложный путь был. Больше 17 лет я пыталась получить гражданство. была загвоздка в том, что у моих родителей нет гражданства Российской Федерации, но не было. Потом они получили на основании меня. И я ждала 18-летие, чтобы сдать как носитель русского языка. Вот. Сначала я получала визу, приглашение ждала, приехала в Россию, потом я получала РВП, далее получала ВНЖ, насколько я знаю, сейчас... Извиняюсь, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Не все могут быть понятны. аббревиатуры. Насколько я знаю, сейчас можно уже подать сразу на ВНЖ без РВП вроде как. Студентам имеется в виду? Или просто? Нет? Нет, к сожалению. Если есть основания, если муж гражданин России и есть совместные дети. У студентов это мало встречаемо, скажем так. И, насколько я знаю, сейчас ВНЖ выдается на... Бессрочно. Бессрочно, да. А в мои годы это выдавалось на 5 лет. Ежегодно ведем не подаваться. Мой папа каждый год, ой, каждые 5 лет менял. Вот. Далее я уже пыталась выяснить, на каком основании я могу получить гражданство. Искала разные, и самое оптимальное мне показалось сдать на носителя русского языка. Да, да. Но меня многие пугали на самом деле. Говорили, да, это нереально, это невозможно сдать, там все суперсложно. Но я на самом деле не поняла, в чем сложность. Потому что я очень легко сдала и получила гражданство. Но поступала как гражданин Грузии, потому что получила гражданство только на первом курсе. Вот. 18 лет. Насколько часто иностранцы, прибывшие в РФ, как иностранные обучающиеся в процессе обучения получают гражданство Российской Федерации? Ну, вы знаете, наверное, процент получения гражданства очень маленький. То есть многие студенты закончат наше образование, которое, скажем так, повторюсь, опять нас ценится, за рубежом, они уезжают себе на родину и работать. То есть те студенты получают гражданство, те, которые здесь ассимилируются. Где-то женятся, замуж выходят, дети, те получают гражданство. У нас вступил новый закон о гражданстве Российской Федерации и там есть определенный ряд перечень. Если совершили какие-то преступления, гражданство аннулируется Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а в вашем управлении есть какое-то подразделение, которое может предоставить консультацию иностранным гражданам в том числе по правым вопросам, по процедурам, по документам, по срокам? У нас еженедельно начальник управления либо я проводим прием граждан. То есть если есть какие-то проблемные вопросы, нерешаемые, скажем так, в территориальных подразделениях, они записывают на прием, приходят, объясняют вживую. И здесь мы уже, соответственно, пытаемся помочь решить эту проблему. Если проблема решаема, соответственно, она решается. Но процентов 90 мы решаем эту проблему. А чтобы попасть к вам на прием, какие нужно совершить действия, где расписание, кому-то позвонить, оставить заявку, как это сделать? Насколько реально попасть? По приему информацию выставим на сайте. Соответственно, там по вторникам с двух до пяти прием идет. То есть записываться на прием, через секретариат наш озвучить проблему, соответственно, чтобы к книгам подойти, быть ознакомым с ней, записываться 10-12 человек. То есть немного народу. А есть ли какие-то возможно порталы? Потому что сейчас мы как? Так как мы очень развиты в плане информатизации, цифровизации, многие услуги переведены в этот цифровой формат, условно, если у меня есть какой-то вопрос или проблема, я могу прямо на портале написать свой запрос, мне придет официальный ответ. А иностранные граждане, у них есть такая возможность? Да, как раз на совбезе, опять Раис поднял этот вопрос, чтобы создали чат-бот. И поставил задачу Министерства образования разработать и вместе с студентами, айтишниками, как-то это все реализовать. Чтобы часто задаваем, да, для обучающихся, часто задаваем вопросы, чат-бот. То есть вопрос задается и им отвечается. А если просто иностранные граждане, могут они как-то вот... Они также могут обратиться в чат-бот. То есть это как будет на базе, я так понимаю, госуслуг. Ага, все, большое спасибо. А доступ в госуслуг есть у иностранных граждан? Конечно. Они получают ННН и простейшую регистрацию они проходят. Подошел к определенному времени, к определенной дате, которую нужно выбрал в госуслугах, издал документы, какие нужны. То же самое РВПО. И с начала года мы по РВПО, по РВП начали принимать документы тоже через госуслуги. Соответственно, тоже могут прийти подать. То есть вся процедура, когда раньше, я помню, в милиционной службе стояли с 5 утра, с 4 утра, совершенно верно. Люди сейчас все эти процессы автоматизированы. Все эти процессы автоматизированы. Чтобы не было, скажем, я называю это бабушкин способ, пришел в 5 утра, чем раньше встал, тем первее будешь. У меня была такая проблема как раз. Я, к сожалению, не в эру госуслуг все это делала. И я помню, как мы с родителями приезжали ночью, там список был, ты записываешь свою фамилию, потом еще всю ночь ждешь, охраняешь этот листочек, потом утром ты еще там сидишь, целый день сидишь и дай бог тебе хватит талона, чтобы ты тоже попал на прием. Вот такая проблема была. Очень радостно, что ее решили. Ну, не 100%, но решается, скажем так. Она уже в лучшую сторону, да. Ну, уже решается. Здесь, видимо, проблема в том, что не все приспособлены к цифровым сервисам. Ну, знаете, есть люди, которые, да, не могут, но для них тоже живая очередь создана. То есть они могут прийти в живую очередь. То есть, допустим, прием идет с 9 до 12, с 12 до часу принимают по живой очереди. То есть остатки людей. Либо те люди, которые в процессе этого приема были какие-то мелкие замечания с заявлением, там, копии, ну, я не знаю, какие-то помарки, еще что-то. Они быстренько за это время устраняют свои недостатки. И вот с 12 до часу как раз принимают этих людей, которые, ну, скажем так, уже были записаны. Возможно, у вас есть какие-то слова в завершении, пожелания для наших слушателей, зрителей? Я бы сказала огромное спасибо нашим госорганам Российской Федерации в целом, то, что они так радушно встречают иностранных студентов, предоставляют, на самом деле, очень много возможностей для них, работают над проблемами, пробелами и улучшают их жизнь. Большое спасибо. Вы меня, конечно, опередили. Я, наоборот, хотел вам спасибо сказать, то, что вы как-то адаптируете иностранных студентов. Международный отдел тоже идет на встречи, тоже объясняет все, как говорится. Ну, многим, наверное, на пальце даже объясняют. Я первый раз услышал, что вот эту юридическую клинику ввели, то, что юридические вопросы. Это тоже большое поспорь, скажем так, иностранцам, которые поможут. У них, ну, извиняюсь, они приезжают сюда без денег, денег лишних нету. И здесь юридическая помощь, какая-то, никакая консультация, но она нужна. Она, в любом случае, нужна. Ну, а в завершении, я думаю, стоит сказать, что любое правовое положение, право истатус, это не только права, но и обязанности. Мы в рамках нашей программы больше упор делали на правах, на возможностях, которые предоставляются иностранцам. Но не стоит забывать, что у них есть и свои обязанности, и их обязательно нужно исполнять. На этом все. Большое спасибо. До свидания. До свидания.